Собрание собственников МКД в электронном виде – новый инструмент в системе ЖКХ, который применяется с 2020 года. Наталья голосует уже не первый год. Основное преимущество приложения – доступность, уверена жительница. Главное, чтобы была возможность подключения к интернету. Проголосовала, зашла, все очень удобно. Вопросы у нас, переход на прямые договора. Всем нравится, все жители довольны. Такой формат проведения собраний позволяет максимально защитить персональные данные граждан и упростить общение жителей в решении актуальных вопросов. На этих собраниях жители могут голосовать как в электронном виде через систему ЕАС ЖКХ, которая является системой Московской области, так и в очной форме, так и в заочной форме на классических бюллетенях, как и принято было ранее. А далее организатор этого ОСС загружает их в электронную систему, и все документы хранятся в электронном защищенном виде. Электронное собрание может быть проведено сразу без предварительного голосования. А тот, кто его инициирует, обязательно должен быть собственником. Далее жители могут выбрать управляющую компанию, которая станет администратором голосования. Следующий пункт – составить повестку в рамках законодательства. Данное собрание будет сформировано со всеми необходимыми документами. Тот вопрос, который собственник выносит, он также формулирует его и загружает в систему, он также появляется внутри повестки. Проведение собрания у нас классическое. Десять дней после объявления вывешивается. Далее оно проводится от семи до шестидесяти дней, может длиться собрание. Подсчет голосов происходит автоматически. Таким образом, все площади берутся из системы ЖКХ и подгружаются самостоятельно. Результаты хранятся в электронном виде и полностью защищены. Такие голосования ведутся на территории округа регулярно. В этом году уже проведено более тысячи электронных собраний.